Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Тенни Сэнфора, сезон 3 серия 7, граница подростковых воспоминаний. Цирк остался позади, и последнее, что вы видели, как человек в маске сворачивает мистеру Никсону шею. Ты бежала с остальными, задыхаясь от рыданий. Мистер Никсон... Дерек тоже плакал, но молча, и взгляд его обрел какую-то холодность и отстраненность. И в голове билась лишь одна мысль. Нужно бежать. В какой-то момент Дерек остановился, оттолкнул Бобби, который был поблизости, и закричал. Ты трус! Вы все трусы! Сейчас не время, идем же! Молчи, предательница! Человек в маске мог убить нас! Я бы спас отца, если бы вы позволили мне! Он ударил себя в грудь, будто хотел вытолкнуть душевную боль. Нужно идти, иначе ты убьешь своим горем всех нас! Я тоже его потеряла, но нам нужно бежать! Маме удалось уговорить его двинуться дальше. Но только зародилась несмелая вера в то, что вы сбежали, из темноты вышел человек в маске. Он вышел спокойно, словно был на прогулке. За ним показались его чудики. О, нет! Вы остановились, пойманные в ловушку. Знаете, что я обожаю? Когда даешь жертве эфемерную надежду на спасение, а затем забираешь ее... Вдруг дома и улица Сэнфора рухнули, словно дешевые декорации. Думаете, вы так просто сбежите от меня? Вы правда считаете, что я такой же, как эта простушка Эйра? Или как малыш Уильям? Чудики схватили вас. Убери свои руки, животное. В тебе кипит столько злобы. Постараться освободиться. Ты стала крутить руками, пытаясь вырваться из схватки чудиков. Огомонись, или мы сломаем тебе руки? Человек в маске не был так страшен, как Эйра. И не был силен, как Фаун. И все же он был самым коварным из них. Его оружием были не сила и не страх. Его оружие – психологическое давление и изощренные манипуляции. Он играл всеми, не знал пощады и не имел цели иных, чем показать, какие вы все слабые. И это было страшнее всего, с чем вы сталкивались. Как я уже сказал, я не успокоюсь, пока вы не станете моими чудиками. Сыграем в игру. Он кивнул актерам цирка, и они повели вас в другую комнату. Мне больно. Убери руки. Я же не делал ничего плохого. Мои акробаты переоденут вас. В углу, до этого больше похожие на статуи, зашевелились трое карликов. Да, хозяин. Они выбежали в другую комнату и вернулись с одеждой. Это будет ваш образ в нашем цирке. Я не хочу. Один из карликов передал тебе вещи. Придется им подыграть. Платье с дымкой. Бордовый шик. И мистическое платье. Я знаю, что имидж дает самое дорогое платье, но я его... Вот не хочу я от них никаких платьев, честно. Я не собираюсь их больше одевать. У меня так достаточно высокий имидж. Поэтому я возьму бесплатное. Теперь твоя очередь, Кэнди. Нет, прошу. Переодевайся. Кэнди в слезах начала натягивать платье. Тем временем чудики подвесили Дерека и Бобби за руки и подняли так, чтобы они лишь едва-ледва касались ногами пола. Что вы делаете с ними? Несмотря на то, что мы с вами довольно тесно знакомы... Человек в маске посмотрел на тебя, и его глаза сверкнули. Или недостаточно. Так о чем это я? Я хочу узнать поближе вас и ваши пороки. Он сел за стол и жестом предложил присоединиться к нему. Вы послушались, переглядываясь между собой. Но тут же раздались все душераздирающие крики Дерека и Бобби. Эх! Нет! Что они делают с ними? Ты ускочила, пытаясь разглядеть дальний конец помещения. Но было слишком темно. Лишь слышались удары и крики. Сядь! Пусть они прекратят! Садись! От страха ты стала покорной, словно овечка. Нет, пожалуйста, хватит! Прошу, умоляю! Почему-то его просьбы были услышаны. Бобби отпустили, и он, полусогнувшись, присоединился к вам за стол. И правда, трус. Что поделать? Он повернулся к тебе. Дерека считают смелым парнем, да? Посмотрим, каким он останется, когда станет действительно страшно. Ему стоит лишь попросить их остановиться. Лишь попросить. Но Дерек кричал, и в его криках не было ни просьбы, ни проклятий. Только боль. Ах! Он его так замучает. Уговорит человека в маске перестать. Прошу, пусть они перестанут. Я сделаю все, что угодно. А если для этого я скажу повесить тебя на его место? От ужаса захватило дыхание, но ты постаралась подавить страх. Хорошо. Человек в маске удивленно откинулся на спинку стула, потом повернулся к Энди. Ты сказала, что сделаешь все, что угодно, спасая свою душу. Она же делает это для другого. Вот что я называю красотой. Но я не... Акробаты, повесьте ее вместо мальчика. Где-то на задворках сознания ты надеялась, что он все же сжалится над тобой. Ох... Тебя подвели к Дереку, его же начали освобождать. Несмотря на то, что Дерека избивали, он быстро понял, что к чему, и стал извиваться и кричать. Не трогайте ее, не надо. Вы встретились с ним взглядом. Прости за все. Тебя подвесили точно так же, как и Дерека. И ты тут же почувствовала удар в живот. Из губ вырвался крик. Ааа, нет! Затем еще серия ударов. Мама вскочила на коленях, стала умолять человека в маске остановиться. На удивление, он не противился и быстро велел чудикам тебя отпустить. Едва дыша, ты села за стол. Инициатива наказуема. Я хотел посмотреть, действительно ли ты готова страдать вместо друга. Я восхищен. Мама стукнула тебя под столом. Ты повернулась к ней, с опаской поглядывая на человека в маске. Она кивнула на стол, расширив глаза. Смотри. Ты проследила за ее взглядом. Между блюдами лежал нож, острый, поблескивающий от свечей. Ты покачала головой. Нельзя рисковать. Человек в маске может использовать нож против меня. Осмотрев стол, ты приметила сковороду. Она тяжелая, и если постараться, то... Ты кивнула маме на сковороду. Ах, дамы, вы голодны? Моя излюбленная проверка. Чего желаете испробовать? Ты устала из-за стола, поправила наряд. Позвольте мне вам помочь. Под пристальным и немного недоуменным взглядом человека в маске, ты обошла стол и взяла в руки сковороду с мясом и овощами. Будете? Благодарю. Ты положила ему несколько кусочков, и только он нагнулся над тарелкой, наслаждаясь запахом. Замахнулась и со всех сил ударила по затылку. Оставшаяся еда повалилась на пол, на твое платье и на костюм человека в маске. Он отключился, упал лицом в тарелку. Он мертв? Хозяин! Но не прошло и нескольких секунд, как человек в маске зашевелился и встал. Он схватил тебя за шею, поднял на высоту своего роста. Ты беспомощно болтала ногами и пыталась ослабить его пальцы. Чем больше ты задыхалась, тем отчаяннее становились твои попытки вырваться. Отпусти ее! Мама начала швырять в него посуду. Чудики хотели остановить ее, но человек в маске дал знак стоять и отпустил тебя. Ты упала на пол, кашляя и судорожно втягивая в себя воздух. Человек в маске подошел к маме. Нет, нет, нет! Он молча схватил ее за волосы на затылке и стукнул о стол. Ужас. У нее из носа хлынула кровь, впитываясь в скатерть. Та, в свою очередь, была от такого оттенка, из-за которого создавалось впечатление, что весь стул залит кровью матери. Боже! Кэнди закрыла лицо руками, в страхе ожидая, что следующей будет она. Прошу, мы же ничего не сделали. От шока и боли ноги мамы подкосились, и она грухнулась на стул, прикрывая нос рукой. Человек в маске сел обратно, как ни в чем не бывало. Он потянулся было за едой, но заметил, что на столе кавардак. Тарелки перевернуты, стаканы разбиты, и вдобавок запах крови мог отбить аппетит даже такому монстру, как он. Человек в маске раздраженно отбросил салфетку, со скрипом отодвинул стул и медленно встал. Игры кончились. По-хорошему вы не хотите, будет так, как вам привычней. Чудяки разом накинулись на вас, завели ваши руки назад и сжали их. Сара! Мама! Директор цирка ушел и вернулся с подносом, где были готовы маски для вас. Я разочарован, Сара. Ты могла стоять рядом со мной, но будешь присмыкаться вместе с ними. Он поднял маску и показал вам ее. Это для тебя, Дерек. Маска настоящего силача. Он исполняет опасные трюки и, кажется, может справиться с чем угодно. Человек в маске подошел к Дереку вплотную, пытаясь поймать его взгляд. Дерек отворачивался, и тогда директор цирка насильно повернул его в свою сторону, чтобы он посмотрел ему в глаза. Но по звоночнику силача искривлен, и боль сводит с ума. Только он не сможет кричать, ведь он не мой. Он не способен сказать, как ему больно, как не может сказать сейчас. Верно? Человек в маске посмотрел на тебя, затем снова на Дерека. Ну что, хочешь надеть ее? Дерек стал вырываться. Пошел ты! Прошу, не надо! Директор цирка приложил маску к лицу Дерека. Бобби и Кэнди закричали, и тебе хотелось завыть от страха. Это не шутки, вам не выбраться. И сейчас вы станете заложниками человека в маске. Обернетесь уродами и позабудете о своем прошлом. И некому будет вас спасти, как ты спасла маму. Прошу! Отчаяние лавины брушилось на вас. Пока вдруг не раздалась полицейская сирена. Одна за другой машины прибывали на территорию цирка. Звук колес стал спасительными колоколами для вас. А? Директор цирка не успел закрепить на Дереке маску, и теперь растерянно стоял с ней в руках. Дерек смеялся, истерично и облегченно. Папа успел вызвать патруль. Мы спасены? Спасены? Бобби захохотал, но тут же умолк под взглядом человека в маске. Нет. Никогда. В шатер ворвались полицейские, на мгновение слепив вас фонарями. Где директор цирка? Вы стояли одни, будто пришедшие сюда по своему желанию. Ни человека в маске, ни чудиков не было. Они словно испарились. Мама обняла тебя. Все позади. Нет. Никогда. Ты судорожно собирала вещи. Запястье все еще ныли от грубых рук мордогрыза, несмотря на то, что прошло несколько часов. Этот город не успокоится, пока не сожрет все, что мне дорого, включая мою душу. Нет. Человек в маске не доберется до меня. Никогда. Ты стояла в центре комнаты, оглядываясь и мысленно обращаясь с этим местом и с этим городом. Словно перелетная птичка, ты улетала от холодов безжалостного и опасного Сэнфора. И о твоем побеге узнали бы, когда ты была бы уже далеко. Ты закрыла лицо руками и постаралась вытеснить навязчивые образы всего, что происходило с вами. Схватив чемодан, сбежала по лестницам вниз. Кошка переградила дорогу, сев перед тобой. Эй! Ты взяла ее на руки, и она жалобно замяукала, касаясь лапкой твоего лица. Мяу! Хочешь поехать со мной? Мяу! Я обязательно возьму тебя с собой, чуть позже. Мама с Дереком спали, сломленные последними событиями. Короткая записка матери и звонок отцу, и вот ты уже стояла в дверях, дрожа от страха и нетерпения. Скорее бы оказаться в Балтиморе. Но что-то екнуло в душе. Ты не могла просто так уехать. А как же Майкл? Я должна сообщить ему о своем отъезде. И, возможно, даже предложить поехать со мной? Ты набрала номер. Пошли гудки. Сердце заколотилось. И вот на том конце провода щелкнуло, ты услышала знакомый голос. Я предложу встретиться и скажу все лично. Разговор был короткий, но времени не было. Через несколько часов уезжал последний поезд. Вот и настал тот самый миг. Ты немного нервничала. Поправляла одежду, прическу, отчитывала минуты. Но затем услышала шаги позади себя и оглянулась. Сара, что происходит? Бобби закрылся в комнате и не выходит. Во что вы вязались? Я... Я расскажу потом, ладно? Не сейчас. Ты встала, подошла к нему и прижалась к груди. Этот город убивает меня. Майкл замер, отстранился от тебя и взволнованно посмотрел в глаза. Не пугай меня. К чему ты клонишь? Я уезжаю в Балтимор. Он рассмеялся, но смешок этот был нервный. Ясно. Нет-нет, я хочу, чтобы ты поехал со мной. С тобой? Вы с Бобби пропадаете, а потом вся полиция едет к цирку и привозит вас в участок. Боже, мне так нормально и не объяснили, что там случилось. А ты предлагаешь все бросить и уехать с тобой? Мы с тобой через столько всего прошли, я этого не забуду. И я поняла, что хочу быть с тобой, по-настоящему хочу. Но и здесь больше не могу находиться. В чем дело? Кое-что произошло сегодня. Ты взяла его за руки. Я понимаю, это решение не так просто принять. Подумай, если... Если решишь ехать со мной, подходи на эту станцию через пару часов. Но если не решишься, не приходи вовсе. Ты вложила ему в руку бумажку с местом и точным временем. Затем поцеловала в щеку и, чтобы не выдать своего волнения, поспешно ушла. Вокзал был всего в паре кварталов от дома шерифа. Чемодан на колесиках дребезжал на асфальте и переворачивался, натыкаясь на сугробы. Ты немного переживала от того, что не сказала о своем уходе маме и Дереку. Но она бы меня не отпустила. Одна только мысль о том, чтобы остаться в Сэнфоре, приводила тебя в ужас. Вдруг перед тобой становилась целая колонна мотоциклистов. Тот, кто был во главе, снял шлем. В такое время девушкам гулять опасно. Да и свежий воздух слишком прохладный. Вишня! Тебя выпустили? Под залог. Скоро будет суд, но беспокоиться не о чем. Драконы слезли с мотоциклов. Аарон заметил чемодан. Ты куда-то уезжаешь? В Балтимор. Надолго? Думаю, навсегда. Драконы переглянулись. Некоторое время они молчали, явно не обрадованные твоими словами. Что-то случилось? Не делиться. Произошло много всего. Драконы поняли, что ты не хотел об этом говорить, и понимающе кивнули. Давай кто-то из нас тебя подвезет. На улице холодно, и мало ли что может произойти. Спасибо. Если Вишне будет несложно... Аарон с Вишней переглянулись. Они оба поняли, что из них двоих Теда дала предпочтение Вишне. Но Аарон достойно отступил. Он обнял тебя. Надеюсь, в Балтиморе ты найдешь свое счастье. Спасибо. Вы приехали на вокзал, сняли шлемы и присели на мотоцикл, словно на скамейку. И что же ты, бросаешь меня? В чем дело? Будешь скучать? Конечно. Уверена, другие девушки развлекут тебя. Он пренебрежительно махнул рукой. Да, конечно. Но если бы они, например, уехали, вряд ли бы я о них вспоминал. Вишня встала перед тобой, оперевшись руками на мотоцикл по обе стороны от тебя. А мы с тобой успели подружиться? Да. Ты обернулась с липким ощущением, словно кто-то наблюдал за тобой. Тебе повсюду мерещились глаза человека в маске. Вишня заметил, что что-то не так, и отстранился. Прости, не хотел тебя пугать. Нет, нет. Ты удержала его, взяв за руку. Будь умничкой. Не позволяй мальчикам запудривать тебе мозги. Он погладил тебя по волосам и прижал к себе. Ты обняла его, подняла голову, чтобы взглянуть в глаза. И вдруг ваши... Чего? Какие губы встретились? Алло! Мы же подружились! И вдруг ваши губы встретились, то ли случайно, то ли намеренно. Никто из вас не смог бы сказать точно. Так, а ну расцеловались быстро, ребята. Затем загудел поезд. Вы отстранились друг от друга. Пока, принцесса. Вишня надел шлем и помахал тебе. Пока. Ты помахала ему в ответ, наблюдая за тем, как он заводит мотоцикл и уезжает. Это был прощальный, даже дружеский поцелуй. Ничего больше. Пришлось повторить эту мысль много раз, чтобы убедить в этом саму себя. Скоро должно было светать, но солнце словно бы не торопилось. Эти сутки были длиною в жизнь. Твой побег был чистым безумием. Но еще более безумным было оставаться здесь. Ты поежилась от порыва ветра. Люди сновали туда-сюда, будто не могли найти своего вагона. Нужно было занять место. Поезд вот-вот должен был тронуться. Но ты все оборачивалась, смотрела вдаль в надежде увидеть знакомую фигуру. Всматривалась и всматривалась. И с каждой минуты ожидание становилось болезненнее. Появилось чувство всепоглощающего одиночества. Тобой будто пренебрегли. И от этого на душе скреблись кошки. Прошу, приди. Прошу. Но перрон был пуст, хотя был полон. Ведь того самого человека все еще не было. Неужели не придет? Но вот в конце показался силуэт, высокий и широкоплечий, скрытый во тьме. Он все приближался. И тут фонарь осветил Майкла, взволнованного, но полного решимости. Благодаря достаточно близким отношениям, Майкл решился бежать с вами. Фух. Ты бросила чемодан и побежала ему навстречу. А затем прыгнула в объятия, чуть не сбив с ног. Я думала, ты не придешь. Я пришел, пришел. С мамой придется еще разобраться. Но я не мог тебя оставить. Родители поймут. Вы зашли в вагон, и вскоре поезд завибрировал и тронулся. Вы с Майклом держались за руки так крепко, словно боялись, что кто-то из вас передумает. А жил пейзаж за окном, сливаясь в одно длинное неразборчивое пятно. А затем и это осталось позади. Вы видели лишь поля, покрытые снегами. Но тут среди них мелькнула тень с демонической красной маской. А? Мелькнула и тут же исчезла. Точно ее и не было. Человек в маске словно сказал этим. Я все еще здесь. Уже стало немножечко полегче. Такое обманчивое ощущение, что действительно мы как-то отодвинули все происходящее, всю эту беду. И, боже, это непередаваемо. Какой же кайф, что Майкл приехал. Это обалденно. Это и романтично, и душесчипательно. Просто шикарная сцена. Ну, я офигела, конечно, что Вишня меня поцеловал. Но главное, что Майкл приехал. Я надеюсь, это никак не повлияет на наши с ним отношения. Ну что, друзья, напоминаю вам, что плейлист этой истории находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok